Чтобы в базе данных создать новую запись, в MySQL существует запрос Insert. Итак, сначала указываем таблицу, в которую нужно добавить запись. Для этого пишем Insert into и номинование таблицы. А в скобках указываем поля, в которые необходимо добавить соответствующее значение. Допустим, русская будет титлы и description. Ну и пусть еще будет текст. Дальше, чтобы значение установить, для этого пишем ключевое слово Values. И в круглых скобках точно так же указываем свои значения для титла, description и текст. Допустим, новая запись номер 5. У описания будет описание к записи номер 5. И у текста будет текст к записи номер 5. Замечательно. Так, и еще можно узнать идентификатор только что добавленной записи. Эта функция очень часто выручает. Особенно если после этого приходится обновлять другую таблицу. И туда заносить значение добавления идентификатора вот этой записи. Вот поэтому давайте создадим новую переменную, которая будет называться id-insert. И функция, которая сможет получить идентификатор только что добавленной записи, называется mysqli-insert-id. А в круглых скобках указываем базу данных. Все. Давайте отобразим идентификатор, который мы только что создали. Вот, все сохраняем. И давайте посмотрим, что у нас сейчас получается. Вот у нас есть три записи. Я обновляю специально базу данных. Видим, что изменений пока никаких нет. Обновляю сайт. Видим, что у нас создалась четвертая запись. Еще раз обновляю базу данных. И видим, что вот она четвертая запись у нас есть. Идентификатор 4, запись номер 5, описание к записи номер 5 и текст к записи номер 5. Точно так же можно еще раз обновить сайт и увидеть, что у нас идентификатор теперь уже равен 5. И здесь тоже будет новая запись номер 5, описание к записи номер 5 и так далее. Вот таким образом происходит добавление записи через PHP в базу данных.